Прогонишь невидимых. Кто так приобык вести брань, то вскоре начнет и одной душевной силой обращать в бегство врагов, потому что второе дается от Бога делателям в воздаяние за первое. И это справедливо. Находясь в одном собрании, приметил я ревностного брата, смущенного лукавыми помыслами. И как не нашел он приличного места для тайной молитвы, то под видом, что побужден естественной нуждой, поспешно ушел в определенное на то место и вооружился против врагов усильную молитвою. Когда укорял я его за выбор неприличного места, отвечал он, в нечистом месте молился я о прогнании нечистых помыслов, чтобы очиститься от скверны. Все демоны покушаются помрачать ум, а потом уже внушают что им угодно. И пока ум не снежит око, не будет похищено сокровище. Демон же блуда гораздо более прочих старается об этом. Он, нередко омрачив владычественный ум, побуждает и располагает нас при людях делать то, что делают одни лишенные ума. Почему, когда со временем ум отрезвится, стыдимся мы не только видевших наши неприличные дела, речи и движения, но и самих себя, и удивляемся прежнему своему ослеплению. И ныне нередко после такого рассуждения переставали вести себя худо. Отвращайся от врага, когда он по совершении греха препятствует тебе молиться, или заниматься благочестием, или пребывать в обдении. Помни сказавшего, так как не творит мои труды, душа муча моей мыслью о прежних грехах, то сотворю отмщение ее от врагов. Лука 18.5 Кто припобедил тело? Кто сокрушил сердце? Кто же сокрушил сердце? Кто отрекся от самого себя? Ибо не сокрушен ли сердцем тот, кто умер своей воли? Страстность страстного бывает страстнее, ино и саму исповедь в восквернениях своих приносит усложнением и удовольствием. Нечистые и срамные понятия сердца обыкновенно порождаются обольстителем сердца, демоном блуда, исцеляет же от них воздержание и совершенное вменение их не во что. Но не знаю, по каким постановлениям и каким способам связав этого друга своего судить мне его по примеру прочих страстей. Что приняло тленную природу? Вот пятнадцатая победная награда. Кто приял ее ожиря еще во плоти, тот умер и воскрес. И здесь уже узнал начаток будущего нетления. Слово шестнадцатое. О сребролюбии. Сребролюбия. Чтобы и нам, не мудрым, не изменить порядку мудрых, то последовали мы тому же уставу и правилу. Поэтому, если угодно, сказав немного и о болезни, кратко рассудим потом и о здравии. В сребролюбии есть поклонение идолам, дочь неверия. Оно оправдывается немощами, прорекает старость, предвозвещает голод, предсказывает засуху. Сребролюбий смеется над Евангелием. И он добровольный преступник. Кто приобрел любовь, тот расточает деньги. А кто говорит, что живет для любви и для денег, тот сам себя обманывает. Кто плачет о себе, тот отрекся от своего тела. И когда потребует обстоятельства, не пощадит его. Не говори, что собираешь для нищих. Двумя летами куплено было царство. Страннолюбийс и сребролюбийс встретились друг с другом, и второй назвал первого нерассудительным. Кто победил страсть сребролюбия, тот положил конец попечениям. А кто связан ею, тот никогда не помолится с чистым сердцем. Начало сребролюбия намерение подавать милостыню, а конец его ненависть к бедным. Пока не начнет собирать, бывает милостив. А явились деньги, и руки сжал. Девять. Страница сто девяносто восемь. Иоанна Лествичника Лествица. Видел я, что скудные деньгами обогащались житие нищих по духу, и забывали первую свою нищету. Десять. Монах, любящий деньги, чужд лености. Он ежечасно припоминает апостольское слово. Праздной, да не ест. И другое. Руки сии послужили мне и сущим со мною. Вот шестнадцатая брань. Кто одержал в ней победу, тот или приобрел любовь, или положил конец попечениям. Слово семнадцатое. О нестяжательности. Нестяжательность есть отложение забот, непопечительность о житейском, беспрепятственное путешествие, вера в заповеди, чуждой печали. Нестяжательный монах-властелин мира, все заботы, веряющий Богу, и верою всех, приобретающий себе в рабы. Не скажет он человеку о нужде своей, а что приходит, приемлет, как из руки Господней. Нестяжательный делатель, сын беспристрастия, о том, что есть у него, думает, как бы не было у него. Сделавшись отшельником, все вменил он в счету. Если же печалится о чем, то значит, что не сделался еще нестяжательным. Человек нестяжательный чист во время молитвы, а любостяжательный молится вещественным кумирам, пребывающим на послушании чуждой сребролюбии, ибо где в подчинении отдана тело, там чему же быть собственностью. А одним только делают они себе обыкновенно вред, что скорые готовы к прихождению с места на место. Случалось видеть, что вещественное имущество заставляло монахов терпеливо пребывать на одном месте. Но более их ублажил я тех, которые вступают в общежитие Господа ради. Вкусивший горнего, удобно пренебрегает дольнее, а кто не вкусил горнего, тот увеселяется имуществом. Неразумный нестяжатель терпит двоякий вред, воздерживается от настоящего и лишается будущего. Поэтому мы, монахи, не будем маловернее птиц. Они не имеют попечения и не собирают. Велик, кто благочестно отказывается от обладания имуществом, но свят, кто отказывается от обладания своей волею. Один в старице примет или имение, или дарование, а другой наследует вечную жизнь. Десять. В море не оскудеют волны, а у сребролюбца гнев и печаль. Кто пренебрегает вещество, тот избавился от тяжеб и споров, а любостяжательный до смерти бьется за иглу. Непоколебимая вера пресечет все попечения, а памятование смерти отречется и от тела. В Ио и не было и следа сребролюбия. Почему и лишившись всего, прибыл несмущенным. Сребролюбие есть, так и называется, корень всему злому, потому что оно производит ненависть, воровство, зависть, разлучение, вражды, смятение, памятозлобие, жестокосердие, убийство. Иные малым огнем сожигали большой лес и с помощью малой добродетели избегали всех настоящих, перечисленных нами страстей. Добродетель же это называется беспристрастием, а рождает ее испытания и вкушения боговедения и забота об оправдании в своем происходе души. Со вниманием читавшему это не неизвестно сплава о матери всего худого. При исчислении же лукавых и проклятых чады ее сказано, что второе ее исчадие есть камень бесчувствия. Но уделить ему собственное ее место, его, воспрепятствовал мне многоглавый змей и злослужение, не знаю почему у рассудительных отцов, восьми звенной цепи, получившей себе третье место. Поговорив же о нем по соразмерности намеренном и теперь сказать о бесчувствии, как о третьем по происхождению же втором недуге. А после этого рассудим уже кратко о сне и бодрствовании, а также о детской малодушной боязни, потому что таковые немощи свойственны новопоступившим. Кто приобрел семнадцатую победную награду, тот невещественно шествует к небу. Слово посемнадцатое О бесчувствии, то есть об омертвении души и о смерти ума прежде смерти телесной. Бесчувствие и в теле, и в духе есть омертвевшее чувство от продолжительной болезни, от нерадения, дошедшее до нечувствительности. Утрата чувствительности есть в природу обратившееся нерадение, оцепеневшая мысль, порождение прежних худых навыков, сеть усердия, село к мужеству, неведение сокрушения, дверь отчаянию, матерь забвения и порождение матерь собственной своей матери, рассеяние страха. Утративший чувствительность есть несмысленный любомудрец, самоосужденный истолкователь, противоречащий себе любослов, слепец, обучающий других видеть, рассуждает о заживлении язвы и не перестает берегить ее, говорит о болезни и не перестает есть вредное, жалуется на нее и тотчас принимается за то, что производит болезнь. Делай же это, гневается на болезни и не стыдится собственных слов своих, этот несчастный. Худо я делаю, вопиет он, и усердно продолжает делать. Уста жалуется на болезнь, а тело трудится удержать ее в себе. Любо мудрствует о смерти, а ведет себя как бессмертный, воздыхает о разлучении души с телом, а сам ни о чем не родит, как будто он вечен. Рассуждает о воздержании, а служит чревоугодию, считает о суде и начинает улыбаться, считает о тщеславии и тщеславится самым чтением. Много говорит о бдении и тотчас погружается в сон. Восхваляет молитву, а бежит от нее, как от бича. Ублажает послушание, а сам первый оказывает прислушание. Хвалит беспристрастных и не стыдится быть злопамятным и враждовать за рубище. Прогневанный досадует и гневается опять за досаду и не стыдится после одного поражения терпеть другое. Пресытившись, раскаивается и промедлив немного снова предается присущению. Ублажает молчание, восхваляет же его многоглаголаньем. Учит кротости и во время самого учения нередко гневается и за досаду свою опять гневается. Пробудившись от страсти воздыхает и, поворотив голову, опять предается страсти. Охуждает смех и о слезах учит с улыбкой. При иных порицает себя, как тщеславного, и этим охуждением домогается себе славы. Страстно смотрит в лицо, рассуждает же о соломудрии. Живя в миру, хвалит безмолвников и сам себя, стыдя, не разумеет того. Прославляет милостивых и укоряет нищих. Всегда делается обвинителем себя самого и не хочет, чтобы не сказать, не может, прийти в чувства. Случалось видеть, что многие подобные этим люди слышат о смерти и о страшном суде и проливают слезы. И пока слезы еще на глазах поспешно идут к трапезе. И дивился я тому, как эта госпожа, это вместилище нечистот, сделавшись сильной и по причине совершенной утраты чувствительности, может обращать в бегство и самый плач. 5. По мере слабых сил, какие есть у меня, обнаружил я хитрость из трупы этой окаменелой, упорной, неистовой и безумной страсти. Много же рассуждать с ней и нет у меня терпения. Кто может о господи попытаться приложить врачерство к трупам, тот да не медлит. А я стыжусь отговориться своим бессилием, как сильно одержимый этой болезнью. И сам собой не мог бы я постигнуть ее хитрости и уловки, если бы, поймав ее, не удержал насильное и не заставил признаться в сказанном выше, мучая и поражая ее бечом страха Господней непрестанной молитвы. Почему злотворная мучительность о сия сказала мне? Сделавшиеся моими в виде мертвых смеются, стоя на молитве бывают совершенно окаменелыми, жестокосердными и омраченными, предстоя святой трапезе остаются бесчувственными, причащаясь дара, пребывают в том же расположении, как и при вкушении простого хлеба. Смотря на сокрушенных сердцем, смеюсь я над ними. Убивать все блага, порождаемые мужеством и любовью, научилась я у родившего меня отца. Я матерь смеха, воспитательница сна, подруга пресыщения. Я в тесной связи с ложным благоговением, когда обличают меня, не скорблю о том, неистовый. А я, бедный, удивленный словами этой неистовой, спросил у нее о родителе ее, желая знать его имя. И она сказала, ни одно у меня рождение, зачатие мое как-то смешано и неопределенно. Силы дает мне пресыщение, возрастание время, крепость, лукавый навык. Кто держится этого навыка, тот не освободится от меня. пребывая чаще в обдении, размышляя о вечном суде, тогда, может быть, дам тебе несколько послабления. Смотри, от какой причины рождаюсь в тебе и противоборствуй матери моей. А я не во всех бываю от одной причины. Молись часто при гробах, неизгладимо начертывая в сердце их изображение. И если не испишешь сердце писалом поста, не победишь меня вовек. Слово девятнадцатое о сне, о молитве и о псалмопении в общем собрании. Сон есть как бы стеснение естества, образ смерти, бездействие чувств. Сон один, но много имеет начал, как и вожделение. То есть бывает по естественному требованию от пищи, от демонов или может быть иногда и от крайне усиленного поста, от которого плоть ослабев хочет уже подкрепить себя сном. Как от привычки зависит много пить, так от привычки же и много спать. Почему в начале особенного послушания будем бороться со сном? Потому что долговременно и привычку исцелить трудно. Пять. Будем наблюдать и найдем, что духовная труба служит знаком, видимо, для собирающихся братьев, а не, видимо, для стекающихся врагов. Почему одни стоя у адра по пробуждении нашем влагают нас мысль опять возлечь на водор? Подожди, говорят, окончание начальных песнопений и тогда пойдешь в церковь. Другие стоящие на молитве погружают в сон. Иные производят сильные сверхобыкновения боли в очреве. Иные наводят на мысль вести разговоры в господнем храме. Иные вовлекают ум в срамные помыслы. Иные делают, что прислоняемся к стене, как изнемогшие. Иные возбуждают в нас частую зевоту. Некоторые же из них делают, что во время молитвы нередко бывает у нас смех. И тем хотят они против нас подвигнуть на гнев Бога. Иные понуждают нас спешить в псалмопении и зленности. Другие же внушают петь медленнее и самоуслаждение. А иногда сев на уста делают их заключенными и едва отверзающимися. Кто помышляет, что предстоит он Богу, тот в сердечном чувстве будет во время молитвы неподвижен как столб и не наругается над ним ни один из исчисленных демонов. Истинный делатель послушания на молитве нередко делается вдруг весь просветленным и обрадованным, потому что борец этот был предуготован и предварительно разжжен в молитве невецемерным служением. 5. Всем можно молиться в многолюдстве, но для многих приличнее совершать молитву с кем-либо одним из единодушных, потому что уединенная молитва возможно очень не для многих. Когда поешь со многими, невозможно тебе будет молиться невещественно. Да будет же для тебя умным деланием углубления в произносимые слова или опять какая-нибудь определенная молитва в ожидании начала следующего стиха. Никому неприлично во время молитвы заниматься поделием, а тем паче работой, ибо по свидетельству великого Антония ясно научил этому ангел. Горнилом искушается золото, а предстоянием на молитве старательность и любовь к Богу в монахах. Кто приобрел себе похвальное дело это, тот приближается к Богу и обращает в бегство демонов. Слово двадцатое о бдении телесном и о том, как через него достигнуть бдения духовного и пребывать в нем. Царям земным предстоят одни безоружными и без всего, а другие держат жезлы иные же щиты, а иные мечи. И великое, даже несравненное есть различие между первыми и последними, потому что первыми обыкновенно бывают собственно сродники и домашние царевы, так бывает у земных царей. Теперь посмотрим наконец и мы, как нам совершать свое предстояние Богу и Царю Небесному во время вечерних, дневных и ночных предстояний и молитвов. Ибо иные во время вечерних и всеночных предстояний, как невещественный и совлекший со всех забот, воздевают руки на молитву. Другие же предстоят во время тех с самопением, а иные заняты наиболее чтением, и некоторые по немощи, занявшись рукоделием, мужественно сопротивляются сну. А другие предавшись мысли о смерти, через это хотят приобрести сокрушение. Из всех же этих первые и последние пребывают в боголюбивом всеночном бдении, вторые по них пребывают в обдении монашеском, а третий шествует путем низшим. Впрочем, Бог приемлет и ценит дары по рассуждению и по силам каждого. Бодрственное око непорочным делает ум, а долгий сон ослепляет душу. Монах бодрственный враг блуду, а сонливый сожитель его. Пять. Бдение прекращение воспламенений, избавление от сонных видений, слезящее око, умягченное сердце, охранение от помыслов и стаяние снедий, укращение духов, обуздание языку, обращение в бегство мечтаний. Бодрственный монах ловец помыслов, и он в тишине ночи удобно может приметить и уловить их. Когда труба дает знать о времени молитвы, монах боголюбилый говорит «хорошо, хорошо», а ленивый говорит «увы, увы». Приготовление трапезы служит испытанием для чревоугодников, а делание молитвы служит испытанием для боголюбцев. Первый, увидев трапезу, скачет, а последний делается унылым. Довгий сон приводит к забывчивости, обдение ощущает память. Десять. На гумнеи приточили собирают богатство земледельца, а монахами собираются богатство и ведение в вечерних и ночных предстояниях и в умных деланиях. Долгий сон недобрый, товарищ, половину жизни ленивых или боли похищает у них. Неблагоискусный монах в дружеской беседе не усыпен, а настал час молитвы, отяжелели у него глаза. Ленивый монах искусен во много глаголами, а предложено чтение не может от сна взглянуть и глазами. По глазу трубы воскреснут мертвые, началось празднословие, бодрыми делаются усыпленные. Мучитель сон коварный друг, когда присыщены мы, часто от нас удаляется, а во время года и жажды сильно нападает. Влагает в нас мысль во время молитв носить с собой рукоделие, потому что иначе не можем расстроить молитву, не может расстроить молитву бодрствующих. Прежде вступает в брань снова поступившими, чтобы в самом начале сделать их нерадивыми, или приготовить к нападениям блудного демона. Пока не освободимся от него, не будем отказываться от псалмопения, в общем собрании, потому что часто и от стыда не дремлем. Пес враждебен зайцам, и демон тщеславия сну. Продавец по окончанию дня, подвижник по совершению псалмопения, садится и считает свой прибыток. После молитвы веди себя трезвенно, и увидишь, что ряды демонов, как бы потерпевших от нас поражение, покушаются вторгнуться в нас после молитвы с непристойными мечтаниями. Тогда, сев, наблюдая, и увидишь тех, которые обыкновенно похищают начатки душевного делания. Двадцать Бывает, что во время сна занимается мысль изречениями из псалмов вследствие непристанного упражнения в тех. Но иногда и демоны влагают нам в мысль эти изречения, чтобы довести нас до гордости. Не хотелось бы мне упоминать о третьем случае, разве кто принудит меня сказать это. Душа, непрестанно получавшаяся днем в слове Господнем и во сне охотно занимается тем же. Второе есть в собственном смысле воздаяние за первое и служит к отгнанию духов и мечтаний. Вот двадцатая степень. Кто вошел на нее, тот приял свет сердца свое. Слово двадцать первое о малодушной боязни. Если проходишь подвиги добродетели в монастыре или обществе братьев, то не сильно нападает на тебя боязнь. Если же подвизаешься на местах наиболее безмолвных, то берегись, чтобы не возобладало тобой это порождение тщеславия, это дочь неверия. Боязнь есть младенческий нрав старческой тщеславной душе. Боязнь есть уклонение от веры при ожидании нечаянности. Страх есть предварительно обдуманная опасность. Или еще страх есть трепетное чувство сердца, тревожимое и приводимое в скорбь неизвестными несчастьями. Страх есть лишение удостоверенности. Душа горделивая есть раба боязни, она самоуверенна и боится всякого шороха, даже теней. Плачущие о грехах и нечувствительные ко всякой другой скорби не имеют боязни. Боязливые же часто впадают в исцепления. И это естественно. Ибо Господь справедливо оставляет горделивых, чтобы и мы прочие научались не превозноситься. Хотя все боязливые тщеславны, а однако же не все небоязненные смиренно мудренны, потому что разбойники и раскопатели гробов не при всяком случае приходят в боязнь. В те места, где привыкты чувствовать боязнь, не ленись ходить в позднее время ночи. Если же покажешь несколько слабости, то состарится с тобой эта детская смешная немощь. Отправляясь в путь, вооружись молитвою. Пришедший на место, распрости руки и поражай врагов именем Иисусовым, потому что ни на небе, ни на земле нет столь крепкого оружия. Освободившись от недуга боязни, прославь избавившего. Если будешь благодарным, то и он вовек будет покрывать тебя. Невозможно в один раз навсегда как наполнить чрево, так и преодолеть боязнь. По мере возрастающего плача удаляется она скорее, а по мере оскудения плача делается боязливыми. плача